Итак, смотрите, разбираем такой нюанс работы с правкой шейно-грудного перехода, вот этих позвонков, когда они ротированы, в одну или другую сторону. Если помните, мы делаем прием, так голову кладем, или вот так, отсюда мы с этой стороны давим, но выяснилось, что когда человек, ну достаточно там худой, например, или покатые плечи, то он лежит настолько плотно к ключицам, вот эта часть верхней на столе, что у него сами позвонки, вот этот особенно седьмой шейный, он как бы туда чуть подгибается, для этого есть такой ноу-хау, сейчас я вам расскажу секрет, можно его подложить на что-то жесткое, вот, например, на книгу, берем книгу Сергея Алексеева «Аз Бога ведаю», вот именно такую покупайте, такой толщины, и подкладывай ему под ключицу, не под рел, а под ключицу, да, ну вот, смотрите, чтобы кадык не упирался, да, если будем поворачивать вот поближе, да, покажи, вот так вот голову, да, там челюсть, наверное, упирается, да, немножко можно так вот по диагонали ее, либо вот сюда, когда голову разворачиваем вот в сторону, да, вот чтобы она не упиралась, теперь в чем у нас была проблема, давай уперись лбом в стол, лбом, мы обнаружили, что седьмой шейный позвонок в этом вида, наверное, да, даже вот и не выдув марки, нам поправлять в этом чуть-чуть, еще, да, значит, нам нужно, что, нам нужно с этой стороны растянуть шею именно, а давить в него снизу вверх, может, кстати, еще вот так давить, смотри, смотри, это рукой давлю, а этим пальцем в него упираюсь, очень точечно получается попадание, да, и за счет руки я усиливаю давление пальца, ой, соскакивать не надо, просто будет больно человеку, вот, расшатали, ну, не всегда не ждите, что прямо вот сто процентов у вас получится, да, или может быть не с первого раза, нельзя, еще тут повторяю, техника безопасности такая, если человек напрягается, перенапрягается, или не дается, да, в этот раз не делайте, в следующий раз лучше, если что-то вот не хватает, да, у вас получится с этим позвонком справиться в другой позе, либо сидя, либо лежа в другой позе, сейчас на спине, на животе, или голову повернуть в другую сторону, да, попробуем в другую сторону повернуть, позвонок, так, растягиваем, значит, в эту сторону, да, давление оказываем опять туда, например, с этой стороны, слышали, был хруст, вот, и в прошлый раз мы уже немножко прямее сделали, да, а сейчас попробуем глубом убить, сейчас попробуем проверить, ну, вот даже смотреть, вот, не до конца еще, да, но прямее чувствуется, это у него уже первый грудной ушел в ту сторону, мы с ним будем отдельно работать, это первый грудной ушел, и на его фоне получается еще седьмой тоже, но на фоне шеи седьмой ровно стоит, смотрите, вот, прощупай ты, сейчас мы раздействовали на седьмой шейный, он стал ровнее, да, а вот теперь нам осталось на шестой воздействовать, а где первый грудной, ой, первый грудной, извиняюсь, да, первый грудной, вот он, видишь, он туда скинулся, по-моему, срос с этим сильно, да, нет, не сросся, ну, вот, седьмой, вот, следующий, сразу, вот, рядом, значит, на него нам надо будет вот в эту сторону, да, а здесь вот, вот, вот мы его уже чувствуем, книга нам, вот так лежит, грудная критка нормальная на книге, подбираем, чем будем давить, с его стороны, так, все это не получается, держим его во внимание, нет, сюда, не получается, тогда будем этот прием дорабатывать в другой позе, смотрите в нашем следующем видеоролике, но сейчас хочу вам просто запомнить вот такой лайфхак небольшой, да, чтобы развернуться эту часть, подкладываем ее на книжку, она просто выше будет, и ваша область воздействия будет лучше, применена позвоночники, на позвонки.